Друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал! Сегодня я хочу показать вам в этом ролике автомобили, юзанные непосредственно от дилера, которые привезены были по трейдину или просто были проданы. Давайте приценимся по БУшке. Я сейчас нахожусь у дилера Акуры. Сделал видео по автомобилям новым по Акуре. Хочу сейчас снять здесь. У нас есть такие прикольные варианты по БУшке, которые хотелось бы снять и показать вам, чтобы для понимания, для информации. Друзья, вы знаете, что мы отправляем автомобили за границу. Можете обращаться из США. В принципе, по любому штату можем подобрать вам автомобиль. отправить за границу. Можете обращаться по Instagram, WhatsApp и телефону. Также мы можем подобрать автомобиль здесь на локале, на любой штат, не только в Майами. Здесь я нахожусь в Майами, штат Флорида. Можем подобрать на любой штат, если вы приехали в Америку, допустим, и хотите купить себе автомобиль, вы можете это сделать онлайн. Можем подписать документы онлайн, отправить вам автомобиль, здесь купить у дилера, на автовозе, отправить вам по адресу, который вы заполнили в договоре. Это не проблема тоже. Вы знаете, по способам связи можете писать, кому интересно, обращайтесь. Ну что, погнали смотреть сегодня БУшку, который есть у нас на стоянке здесь. Поехали! Итак, ребята, вот здесь такой прикольный вариант есть от Линкольна. Я снял уже Линкольн. Залетайте на канал, посмотрите. Там цены на Линкольн есть. Сейчас у нас апрель месяц. Я в конце марта снимал это видео. Посмотрите, какие цены на автомобили. Это вот новый наутилус стоит Линкольн. Я не знаю, эта цена у нас не окончательная. Я уверен, что с этой ценой можно побороться очень хорошо. Этот Линкольн наутилус стоит 55 тысяч, почти 56 тысяч долларов. Пробег у него 1418 миль. Это реальный пробег. По карфаксу реально автомобиль чистый, потому что у меня один клиент спрашивал этот автомобиль. В итоге купили мы новый ему. Это тоже большое преимущество, потому что мы Линкольн очень хорошо прогнули. Здесь автомобиль тоже стоит до сих пор. Он еще не продался, но я уверен, что по этому автомобилю можно прогнуть по цене, и он шикарен. Здесь, как я и показывал в ролике в Линкольне, кто не посмотрел, обязательно залетайте. Посмотрите, здесь наутилус, конечно, удивил меня очень сильно, потому что у него два больших экрана полностью на весь периметр автомобиля. Получается, здесь еще третий экран стоит, мультимедиа. И, собственно, здесь у нас климат-контроль. Такие вот тумблеры прикольные у Линкольна. В общем, прикольный автомобиль. У нас черный на черном. Здесь у нас ломающие сиденья такие прикольные. В общем, панорамная крыша, хорошая комплектация. Цена у нас 56 тысяч долларов. Уверен, что дилер отдаст этот автомобиль подешевле. В общем, такой у нас черный на черном Линкольне есть. Кому интересно, можем приобрести. Итак, учитывая, что мы находимся у дилера Акуры, и смотрим его бушку, здесь у нас находятся какие-то автомобили от Акуры. Есть ли цена? Да, есть. Это у нас MDX. Да, MDX это? Да, MDX. MDX. И цена у нас 49 997. Эта цена не окончательная. Кому интересно реально купить автомобиль, купить автомобиль по хорошей цене, из хорошей прозрачной истории, обращайтесь, ребят, я все вам организую, поверьте мне. Если вы нашли автомобиль, и вам устраивает цена, позвоните мне и скажите, я нашел автомобиль, мне устраивает цена, сделай, найди дешевле. Я найду дешевле. Найду дешевле, поверьте мне. Тем более у меня есть возможности, есть брокерские связи, так скажем, чтобы сделать автомобиль всегда дешевле. Вопрос только о вашем желании. Так, здесь у нас цены нету, тоже MDX, а это у нас RDX, судя по всему, да. Это у нас RDX, 22-го года, полный привод, цена 38 990. Ну, в принципе, неплохо, цена неплохая, хорошая цена. Еще поторговаться, и нормально. MDX, черный, закрытый автомобиль, черный на вишневом, цены нет. Так, Honda, заветилась Honda, это у нас пикап, пикап Honda. Вообще, мне ни разу никто не спрашивал, тем не менее, смотрите, как диски он поставил под руки и на Хонду. Это нестандартные диски. Цена данного автомобиля 35 991. С какого он года? Машина проехала 40 тысяч миль 20-го года, полный привод. Машина у нас открыта, кстати, да. Слушайте, а состояние, да, неплохое. И руль живой, и сиденья живые. Да, слушайте, хорошее состояние автомобиля. Надо посмотреть по рынку, сколько он стоит, бэвушка. И если кому-то интересно, с такими прикольными дисками, 35, ну я думаю, что поторговаться, тысячонку-две там можно. Так, Lexus. Это у нас ЕС. Еще в предыдущей генерации. Сколько ЕС стоит? Значит, ЕС 350, Front Drive, 60 тысяч миль машина проехала, цена 26 500. 60 тысяч миль, 26 500. Машина закрыта. Ну, внешне она очень хорошо смотрится. Поцарапана немножко вот здесь. А так, в целом, все хорошо. Да, все хорошо. По Carfax, если все хорошо, поторговаться, и нормальная цена. Можно делу сделать, делу сделку сделать. Так, Sportage Kia. Kia Sportage. Цена данного автомобиля 33 991. Тыщенку скинем 100%. 7600, в общем, мало проехала, 7600, 602 мили проехала. Новый автомобиль в новой генерации. Абсолютно новый автомобиль. Посмотрите. Ничего себе. Беспроводная зарядка. Есть только подогрев. Сколько она стоит? Еще раз. Сколько она стоит? 33. 34 тысячи. Ну, я думаю, что за 33, за 33,5 мы ее заберем. В Infiniti QX60. Для ведущей генерации. 3,5 литров. Так, QX60 и Front Drive. 32 тысячи миль. 32 600 проехала. Цена 33 тысячи долларов. Так, еще одна Acura. RDX. Цены нету. Это у нас GMC. GMC. 30 тысяч миль машина проехала. Цена у него... А где цена? А, нет цены. Где цена? Цены нету. Полный привод. Аккардио. Так, Acura. RDX. Цена у нас 31990. Машина проехала. 21 тысячу 500 миль. В принципе, машина у нас отрицает. Ну, такая, конечно, она. Повидавшая, честно. И запах неприятный. Ой, нет. Что-нибудь другой выбор. Лучше. Так. Еще раз у нас BMW. 2018 года. X2. Цена у нас... Цены нету тоже, да? Почему нет цены? Интересно. Lexus. Lexus NX F Sport. NX F Sport. Front Drive. Проехала машина 26 тысяч 835 миль. 36 тысяч долларов. Цена вообще не окончательная. Можно поторговаться. Уверен, что можно дешевле сделать. Buick. Buick у нас 21. 500 стоит. Проехал 31 тысячу. 32 тысячи миль почти. Ну, это типа Opel Corsa, да? Или как у нее? Не Corsa. Как он назывался, Buick? Потому что у нас тут Buick, а у вас там Opel в Европе. Как он назывался? Не Astra. Нет, Astra это маленькая. Corsa, по-моему, он назывался. Короче, поправьте мне в комментариях, как он назывался. Как Buick. Не помню. Аналоговая приборная панель. Ой, как жарко здесь. Ничего не поменялось в этом автомобиле. Эй, Pace. Так, нет цены. Еще одна Acura. Тоже нет цены. И у нас есть такой Forester стоит. Давайте посмотрим. Forester 9573 мили. 36500 машина стоит. Какого она года? 23-го года. Ну, свежий автомобиль. Интересно. Off-road версия Forester. Прикольно. Прикольно. О, Tesla. Model X. Ничего себе, сколько она стоит. Интересно. Есть ли цена? Да, есть. 31-32 тысячи долларов. Model X 2016 года. Это 93 тысячи миль машина проехала. Машина у нас. Как здесь открывается? Никак. Я не знаю, как здесь открывается. А как интересно здесь открывается Model X. Здесь же они должны быть. Ну, или ключи должны быть. Как старая версия открывается. Не буду сейчас выпендриваться. Не знаю. Camry XSE. Комплектация. Свежая. 23-го года Camry XSE. 22 510 миль. Цена 34 тысячи долларов. Неоправданная цена за этот автомобиль. 34 тысячи долларов она не стоит. Цены нету. Цены нету. Цены нету. Так. Рэм. Рам у нас 1500. Давайте посмотрим, сколько рам стоит. 1500. Хэми. 5,7 литров. Монстр. А, нет цены. Странно. 41 тысяча миль машина проехала. 1042. Нет цены. Где-то цены есть, где-то нет. Странно. Так, Lexus. Lexus. Сколько Lexus стоит? 30 798. Машина проехала 25 тысяч миль. Давайте посмотрим, какого у нас состояния. 30 тысяч. Слушайте, состояние бодрое этого автомобиля. Да, живой автомобиль. И пахнет приятно. Реальная пробега 25 274. Аналоговая приборная панель. Маленький экран. Слушайте, да. Реально автомобиль живой. Живее живых. Прям приятно такое. Смотрите. Неубитый. Реально неубитая тачка. Вот такой вариант классный. Цена. Цена. Поверьте мне. Цену сделаем лучше. Цену сделаем лучше. Уверен вас. Цену можно сделать офигенно. Так, двигаемся дальше. У нас еще стояли. Вот там вот. Сейчас посмотрим. Хонда Аккорд Хайбрид. Интересно, сколько здесь она стоит. 28 тысяч долларов. Ну, слушайте, можно поторговаться. Цена пробега у меня 39 641. Да, по-любому торговаться с таким пробегом. Можно опустить цену и сделать хорошую сделку. Как у нас в Америке говорят. Good deal. Хорошую сделку сделать. Хайбрид тем более. Вот, пожалуйста, вам. Приехали. Можно будет такой автомобиль. Мы такой автомобиль уже покупали. Здесь на локале ребята. На такси работают ребята. Вот, пожалуйста, хайбрид экономичный. И Кэмри. Еще одна Кэмри. Давайте посмотрим, сколько эта Кэмри стоит. Так, 26 491. 29 тысяч миль машина проехала. 21 года. С.И. комплектация. Не стоит она. Это денег. Подешевле должна быть. Так. ИЛХ. Значит. Так, почти-то, что такое у нас вообще? А, это у нас Акура. Юпты. Акура. ИЛХ, да. Точно. ИЛХ. Они выпускаются? По-моему, не выпускаются они. 38 тысяч миль. 26 990 машина стоит. Слушайте, ну да. Все, по-моему, больше ее не выпускают. ИЛХ. Насколько я помню, ее не выпускают. Во всяком случае, новые нет. Так. Цивик. Мой родимый Цивик. У меня такой же был. 20 951 долларов. Машина проехала 49 тысяч миль. 2019 года. Блин, 20 тысяч за 2019 год. Что-то как-то мне кажется. Да, у меня один в один такая же машина была. Только у меня экран был полностью большой. Ну, я имею в виду, не такой кнопочный. Ну, как минимум, в Турции этот автомобиль был актуален. Здесь, конечно, нет. Он не актуален. Ну, как актуален, конечно. В том плане, что если у вас первая машина, этот автомобиль актуален. Так, все. Получается, там все новые автомобили. Все. Ребят, большое спасибо, кто досмотрел до этого момента. Немножко прикинул цены по бэушке. Я всегда бэушку показываю свою цель для того, чтобы вы могли сравнить ее с новым автомобилем. Для понимания автомобильного рынка нужно всегда смотреть на бэушную цену и на новую цену. И как эти автомобили теряют в цене. Когда привозят по Трейдину, и когда по Трейдину кидают эти автомобили на рынок, сразу нужно понимать, что там цены немножко завышены. Ну, любой дилер пытается заработать. Поэтому, если вам хорошая сделка нужна, если вам нужен действительно хороший дил, как говорится, да, сделка, если вам хорошая машина нужна по хорошей цене, вы знаете, к кому обращаться. Я как брокер могу помочь с этим без проблем. Как отправить за границу можно будет. Ну, по юзным автомобилям, сразу честно скажу, в такого сегмента мы ставим фиксированную комиссию. Если в дорогого сегмента, мы ставим процент. Поэтому, кому интересно, по способам связи здесь у меня инстаграм, ватсап, телефон. Спрашивайте по всем способам связи, как вам удобно. Также, если вы здесь уже на локали или вообще в целом в Америке, смотрите мой ролик. Можете купить тот автомобиль, который увидели в ролике. Я попробую его найти, если он в наличии. Если не этот автомобиль наличия, другой найдем. Также можем сделать онлайн покупку. Купим онлайн. Вы оплачиваете дилеру, не мне. Некоторые прям боятся, переживают, что вы мне прям заплатите мне, я куда-то исчезну. Я не знаю, если вы боитесь обращаться, то лучше не обращайтесь, ребят. Я честно скажу, если я не вызываю доверие у вас, то лучше не теряйте свое время и мое время. Пожалуйста, уважайте время и свое, и мое. Большое спасибо, что досмотрели. Благодарю каждого, кто подписался, поставил этому видео лайк, откомментировал, поделиться с друзьями. Увидимся в следующих роликах. Пока-пока, друзья. Пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...